Там по-любому Капец Так там продукты все повылетали с мороженым В Екатеринбурге на четвертом километре Екада Это на развязке с Кольцовским трактом В нескольких метрах от путепровода В 6.40 вечера, то есть еще очень сильно засветло Случился жесткий, смертоносный, крупномасштабный замес В одно время в одной точке состыковались два грузовика Небольшой белый фургончик Mitsubishi Fuso И длинномерный синеголовый МАЗ Груженный металлическими швеллерами Декорация такая Длинный МАЗ, пилотируемый 50-летним рулевым Ехал по Екаду от Тюменского тракта в сторону Челябинского По среднему ряду И вдруг МАЗ со швеллерами под мостом неожиданно тормознулся Кто спросит, что вдруг? Оказалось, в тот момент в этом ряду возник тромб И длинномер встал А за ним по тому же ряду катился японский фургончик Mitsubishi В кабине которого сидели два человека 35-летний пилот и пассажир Личность, в частности, возраст которого пока не установлены Совершенно очевидно, что рулевой трех бриллиантов не держал дистанцию Видно, что он в последний момент попытался увернуться влево От кормы стоящего швеллеровоза Но времени и расстояния не хватило И Fuso, в основном правой половины кабины Вонзился в бездушный зад МАЗа Водитель автомашины Mitsubishi Fus двигался по Екатеринбургской кольцевой автодороге Со стороны Тюменского тракта в сторону Челябинского Не обеспечил постоянный контроль за дорожным движением В результате чего допустил столкновение со стоящим автомобилем МАЗ В результате дорожно-транспортного происшествия Водитель автомашины Mitsubishi Fus получил многочисленные телесные повреждения В результате был доставлен в 23-ю городскую клиническую больницу Пассажир автомашины Mitsubishi Fus скончался на месте до приезда скорой помощи Как видно кабина белого фургончика сплющилась из 3D в 2D По крайней мере в той ее части где сидел пассажир Шансов выжить у которого не было Насколько сильно пострадала водительская сторона кабины нам неизвестно Ибо ни один оператор не снял замес с той стороны Но надо полагать что коль скоро водитель выжил и отъехал на карете в 23-ю больницу То значит его сторона кабины заплющилась не критично А значит в попытке увернуться от маза влево он сберег свою жизнь Если бы не отруливал, то вся кабина превратилась бы в спрессованный лист И было бы два трупа А так виновник выжил И впереди его ждет много интересного Сначала лежать, потом сидеть Если был трезвый, то это 264-я часть 3-я УК До 5 лет зоны в пиковом случае Продолжение следует...